Друзья, привет! Возможно, вы помните, а возможно и нет. Если вы мой новый зритель, то я уже рассказывал, что я являюсь прям любителем техники Apple. И по большей части все те люди, которые делают громкие заголовки, что Apple дерьмо, ухожу с Apple на Xiaomi, Apple ничего не предлагает лучшего, все это делается ради хайпа. Потому что тот же самый Vilsacom, ну ладно, давайте не будем рассказывать персонально, все эти блогеры, которые заявляют, что они самые честные, самые неподкупные, они иногда выпускают ролики, где они хейтят Apple, но при этом все эти люди работают на макбуках, аймаках, они покупают себе айфоны, потому что на самом деле ничего лучшего нет. И вы можете как угодно на самом деле относиться к технике Apple в силу своего ума или своего материального положения. Вы можете кричать, что с ней ходят только представители нетрадиционной ориентации, но обычно это кричат те люди, которые даже себе Samsung приличный купить не в состоянии и ходят с бюджетными Xiaomi. Сегодня речь пойдет не об этом. Я уже рассказывал, что Apple в первую очередь сильна своей экосистемой. И когда я перешел на связку iPhone, MacBook, то я стал гораздо производительнее, потому что дело не в процессорах, не в технических характеристиках и не в объеме оперативной памяти. Дело именно в том, как все эти устройства взаимодействуют между собой и на выполнение тех или иных операций я трачу гораздо меньше времени. Но сегодня мы поговорим как раз таки о проблемах, которые встречаются с устройствами Apple. Я уже делал видео про MacBook, где показывал, что когда я купил второй MacBook Pro и продавливал крышку, то крышка касалась вентиляторов, то есть что качество сборки страдает. И вот я, как вы помните, недавно делал видео про AirPods. Я купил одни для девушки. Себе я хотел купить черные, но хотел вначале, скажем так, на ней обкатать, посмотреть, что это за устройство. И мне они особо не нужны, я не езжу в метро, у нас нет метро, я езжу в машине, там я могу разговаривать по громкой связи, либо там у меня музыка играет. То есть мне они не нужны дома, когда я, например, монтирую видео, я монтирую проводными наушниками, потому что я могу монтировать 8 часов, 10 часов. Естественно, эти наушники просто не вытянут такое время работы. Но я заметил, что когда я подключаю эти наушники к айфону, причем неважно какому, 7, 8, 10, и запускаю приложение YouTube, официальное приложение YouTube, у меня начинает тормозить видео. Я вначале просто поверить не мог своим глазам. И девушка, которая пользовалась ими до этого неделю, она этого не замечала. Но поскольку я как бы профессионально занимаюсь видео, я могу видеть, что у меня фризы на роликах, более того, на роликах, которые я делал сам. Я начал искать в интернете, встречался ли кто-то с подобной проблемой, но, честно говоря, не нашел ничего. То есть либо люди как бы не замечают этого, либо считают, что это так и должно быть. Я сразу же обновил на айфон 7, на айфон 8, последнюю iOS накатил. Проблема никуда не ушла. Но что самое интересное, если вы через тот же самый AirPlay подключите ваш айфон к телевизору, как это сделал я, то никаких тормозов у вас нет. Но вот когда вы подключаете к нему наушники за 12 тысяч рублей, у вас начинает тормозить YouTube. Но также я заметил, что когда AirPods подключены и включен звук нажатия клавиатуры, то есть смартфон не стоит в беззвучном режиме, тормозит даже клавиатура, когда при нажатии на определенные клавиши у вас, соответственно, в наушниках появляется звук этих нажатий. То есть звук здесь немного притормаживает, то есть сам звук притормаживает, а также сама клавиатура начинает притормаживать. Короче, вот это подстава так подстава. Это на самом деле настолько странно и необычно, ведь компания Apple именно и славится вниманием к мелочам, благодаря чему они создают, как они говорят, идеальные продукты. И, возможно, для кого-то это не проблема, если вы смотрите там ролик Юры Дудя, где там абсолютно статичные кадры, вы этих фризов вполне возможно и что не заметите. Но если вы смотрите какое-то динамичное видео, то это просто настолько бросается в глаза. Ну, такое ощущение, что вы играете в Counter-Strike вот где-то с FPS около 18-20. Это меня поймут те ребята, например, которые знакомились с компьютерами во времена моей молодости, потому что тогда на 60 кадрах в игрушке никто не играл. Тогда дай бог, чтобы 25 кадров в секунду было, и это уже считалось, что игра не тормозит. Некоторые играли, ну, вы сами, наверное, играли в стратежки, когда у вас было и 15 FPS на каких-то древних компьютерах. Так вот, по ощущениям, вот кажется, что где-то в районе 18-20 FPS у нас составляет. В любом случае, это абсолютно плохо. И компания Apple, вот прямо когда я это обнаружил, лишилась покупателя меня, потому что я хотел купить еще такие же AirPods, только черные для себя. Теперь я их точно покупать не буду. Я подожду следующее уже поколение AirPods. И если там не будет такой проблемы, то там, соответственно, уже и будем делать выводы. Друзья мои, на секундочку остановимся, чтобы я не забыл об этом, потому что я хочу сказать об этом из ролика в ролик, но все время забываю. По ссылке в описании уже достаточно давно есть статья у меня на сайте о том, какое оборудование для съемки я использовал, там, использую, там, для коммерческих съемок, для чего-то еще. Но я понял, что тем людям, которые снимают на смартфоны, им читать все это как бы лень, потому что они не могут понять, что я использую для съемки со смартфонами. Например, как вот сейчас я снимаю на iPhone 7, или там, для записи звука на iPhone. Поэтому я сделал отдельную статью, где перечислил все эти железки, там, провода, всякие переходники, адаптеры, радиосистемы, микрофоны, свет, которые я использую именно для съемки на смартфон. Ну, а на сегодня все. По ссылке в описании будет мой специальный нежно отобранный плейлист по съемке видео на смартфоны, как качественно записывать звук, какие программы использовать, обзоры этих самых программ. Поэтому по ссылочке в описании переходите. Всем пока, до новых встреч!